Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru Турецкие ученые внимательно посмотрели разные приборы для того, чтобы выяснить, что происходит с зеленым чаем при разных соотношениях воды и чая и при разной продолжительности настаивания. Заваривали зеленый чай по-турецки в фарфоровом чайнике объемом 250 мл, заливали дистиллированным кипятком и в процессе заварочный чайник все время подогревался. Чай для заваривания был выбран немного неочевидный, с размером чаинок около 0,2 мм. Изучали три дозировки – 5 г на чайник, 7,5 г на чайник и 10 г на чайник, ну то есть заваривали трындес как крепко. И каждую дозировку заваривали 12 раз – от 5 минут до часа с шагом 5 минут. И изучали с помощью разного мудреного оборудования, сколько получается в настое ароматических веществ при каждом конкретном заваривании. Оказалось, что самое богатое содержание ароматических веществ выдает настой, приготовленный из 7,5 г чая, заваривавшихся в течение 25 минут. А самый бедный ароматическими веществами настой получился из 10 г чая, заваривавшихся 10 минут. Никаких глубокомысленных выводов из этого сокровенного знания сделать нельзя, ну кроме того, конечно, что содержание ароматических веществ в чайном настое сильно зависит от режима заваривания чая. Любопытно, что в этом исследовании, в отличие, например, от традиционных китайских научных исследований, нет сенсорной части. Ну то есть все полученные результаты никак не спроецировать на вкус чая. О том, что большое содержание в чае ароматических веществ совсем не означает, что чай этот обладает приятным ароматом, я думаю, говорить излишне. Ну и в том, что турецкий мелкий зеленый чай, проваренный 20 минут при дозировке 7,5 грамм на 250 мл воды едва ли будет вкусным, тоже говорить не приходится. Замечу также, что сам я не мониторил зеленый турецкий чай уже лет 10. А 10 лет назад он был простым, как швабра, и часто уже на упаковке содержал безальтернативную рекомендацию по завариванию с лимоном, с мятой или с базиликом. Иначе пить его было скучновато. А то и сложновато. Что с турецким зеленым чаем сейчас, я даже не представляю. Развивается турецкая чайная индустрия довольно быстро, может, там уже и есть что-то симпатичное. Белый чай у них, например, вполне нормальный. Не шедевр, конечно, но пить можно. Ну а китайские ученые изучили, как меняется состав шуисяня в процессе хранения. Исследование получилось богатым на разные данные, там есть занимательные таблички, в которых можно посмотреть на то, как меняется с возрастом содержание в чае аминокислот, спиртов, углеводов и всяких прочих интересных чайных веществ. Но самое интересное в этом исследовании – это скачкообразное изменение содержания многих из наблюдаемых веществ примерно на 15-м году хранения чая. Это наблюдение позволило сделать вывод о том, что для шуисяня именно 15 лет являются критическим возрастом, после которого химический состав чая и, скорее всего, его сенсорные характеристики заметно меняются. Я предполагаю, что обнаруженный переходный возраст может быть таким же и у других уишанских улунов, но все это дело, конечно, нужно будет еще проверять. Надеюсь, китайские ученые не подведут. К сожалению, в данном конкретном исследовании тоже не было сенсорного блока. Изменения во вкусе шуисяня в процессе хранения исследователи не проверяли. И да, образцы чая, изучавшиеся в рамках исследования, хранились без особенного фанатизма, просто в герметичных металлических банках. Примерно как образцы эталонного грузинского чая времен расцвета советской чайной индустрии. Это была Разница во времени. Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!